Сознание, да. Философия сознания. Поехали. Философия сознания это направление, изучающее природу сознания и проблему соотношения тела и психики человека. От ответа на этот вопрос могут напрямую зависеть другие ответы, связанные с устройством мира и возможностью этот мир исследовать. Проблема усугубляется еще и тем, что эмпирическая наука не имеет методов, которые позволяют так или иначе верифицировать сознание, ибо оно является субъективным. Исследование сознания объективными методами представляется довольно сомнительным предприятием, так как в рамках научной методологии исследовать собственное сознание нельзя, это будет субъективно. Когда речь идет об исследованиях сознания другого человека, то оказывается, что оно не подается полной верификации. И поэтому мы узнаем, что обычно благодаря науке все редуцируется к физике. Ну то есть эта концепция называется физикализм уже. С этим разберемся мы немножко позже. А вообще проблематика философии сознания, вот честно от себя сейчас добавлю, честно от себя добавлю, никогда не являлась для меня основополагающей. Для меня вопрос о сознании, наверное, знаете, представляет собой нечто само собой разумеющееся. То есть сознание это как феномен как будто бы, дайте, оно тоже нам дано само по себе. У нас есть вот феномены, мы что-то воспринимаем и мы как бы их обычно не объясняем. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Большинство феноменов, которые мы за всю жизнь видим, мы не объясняем, они просто существуют. И то же самое с сознанием. Мы как будто бы его чувствуем. То есть сознание является своеобразной данностью. Своеобразной данностью. И чтобы сказать, что сознание не существует, нужно подойти к вопросу довольно-таки интересно. Да, нужно подойти к вопросу довольно-таки интересно. Да, конечно, будет затронут элиминативный материализм, будут затронуты все основные типы исследования. Давайте пока последовательно пойдем вот по ступеням. Так вот. Так вот. В сознании мне, например, представляется как некая данность. Да, я думаю, почти всем философам она представлялась как некая данность. В котором они постулировали либо душу, либо духовную материю, какую-то психическую, мыслящую материю против материи протяженной или чего-то. Чего-то вот такого вот подобного. Проблема сознания ярко стоит еще со времен какого-нибудь, не знаю, Кортезия, скорее всего, ярко стоит. Но при этом эта проблема сознания, она заложена и во всю предшествующую философию. Ну, я здесь говорю про материю, ну, чисто научную верификацию, а не про философскую. С философской все вообще чего угодно можно делать. Соответственно, поэтому, кстати, и появляются концепции, согласно которым сознания нет. Вот в чем дело. Так вот. Так вот. Так вот. Несмотря на то, что я, кстати, разбираюсь в философии воображения, для меня тематика сознания всегда была, ну, вот такой, вы знаете, само собой разумеющейся как бы. Я с ней особо по большей части и не работал. Я с ней по большей части и не работал. Но давайте попробуем, давайте попробуем. Прежде всего, нам нужно определить, а что такое сознание, да? Это же очень интересно. А что такое сознание? Сознание является исходным и вполне очевидным для самого человека. Сознание, являясь исходным и вполне очевидным для самого человека, его довольно трудно определить, несмотря на то, что оно является исходным. Кстати, может быть, поэтому его и трудно определить. Поэтому в истории мы встречаемся с разными его пониманиями. Философию сознания рассматривается как способность соотноситься, сознавать предмет. При этом под сознанием понимается не психическая способность тела, как в психологии, а фундаментальный способ, каким человек соотнесен со своим предметом и миром вообще. Об этом говорят, что сознание есть форма или способ данности предмета. Форма или способ данности мира вообще, кстати, что очень сильно сближает понятие сознания опять же с феноменологией. Ну, по крайней мере, в некоторых дискурсах, что важно понимать. Сознание есть интуитивный акт человеческого «я», относительно самого себя, после которого пережитое входит в память. И вместе с тем, различение «я» от «не я», от окружающего мира. Сознание есть единство «я» и различие его от «не я». Пишет Бердяев. Вот, например, Бердяев так думал. Ленин думал иначе. Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. Мир не удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его. Вот что думало сознание Ленин. Ну, то есть, на самом деле, не все однозначно. Давайте подойдем более научно. Давайте подойдем научно. Сознание – состояние психической жизни индивида, выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого индивида. В отчете об этих событиях сознание противопоставляется бессознательному в разных его вариантах. Давайте теперь пройдемся по основным концепциям сознания. Ну, мы немножко затронули некоторые рандомные определения. Давайте попробуем сгруппировать разные определения по пяти группам. Ряд философов, прежде всего разделяющих позиции феноменологии и близких к ней идей, типа Брентана, Гусарля, Сартра. В качестве главного признака сознание выделяют не знание, а интенциональность. То есть направленность на определенный объект-предмет. Эмви пишет. Способность сознавать предметы разве не свойственно? Несвойство сознания… Сейчас пропускаю. Несвойство сознания… Блин, как… Несвойство сознания или самой мыслительной деятельности, интенциональность. Господи, как оно убегает. Ну, мы начали про это говорить, да? То есть есть несколько подходов к сознанию. То есть у нас есть подход через интенциальность, да, то есть направленность непосредственно. А есть другие подходы? Давайте все из них разберем. Друзья, не торопитесь, в лекции многое, что вот так или иначе упомянуто. Да-да-да-да-да, поехали. Да не, ничего, я как раз лекция, они нужны в таком формате, чтобы вы могли задавать непосредственно вопрос. Это, по-моему, наоборот интересно. Так вот, таким признаком, с этой точки зрения, обладают все виды сознания, не только восприятие мысли, но и представление, эмоции, желание, намерение, волевые импульсы. Согласно этой точке зрения, я могу не знать ничего об объекте, но если я выделяю его посредством своей интенсии, он становится объектом моего сознания. Ну вот. Иногда сознание отождествляется уже с вниманием. Эта позиция разделяется рядом философов, но особенно популярна у некоторых психологов, пытающихся с точки зрения когнитивной науки истолковать сознание. Как и некоторый фильтр на пути информации, перерабатываемой нервной системой. Сознание при подобной интерпретации играет роль своеобразного распределителя ограниченных ресурсов в нервной системе. В этой связи предпринимались попытки измерения поля даже сознания. Представляете, какая интересная фишка. А Деннет, да, это физикалист. Да, это физикалист. Наиболее влиятельной философией и психологией понимание сознания связано с толкованием его как самосознание или самоотчета. Ну вот эта традиция, да, видимо, восходит к Локу, пишет Канту, Гусселю. Ну Канту по прежде всего это уже будет восходить Кант, Фихта, Гегель. Или такая вот череда, которая так или иначе с рефлексией связана, да. Я в собственных действиях, получается. Да, самоотчета я в собственных действиях. Подобное понимание может сочетаться с интерпретацией сознания как знания или как интенциональности. То есть, видите, возможно еще и комбинации перечисленных позиций на самом деле, что тоже довольно-таки интересно. Это, в этом случае считается, что субъект осознает не только интенциональный предмет, интенсиональный, правильно прочитал же, да. Но и сам акт интенции и себя как ее источник. Классическое понимание сознания как самосознания связано с теорией Лока о двух источниках знания. Ну, давайте пропустим теорию Лока, перейдем, наверное, такой же... Ладно, нет, к Локу вернемся все-таки. Классическое понимание сознания как самосознание связано с теорией Лока о двух источниках знания – ощущения, относящихся к внешнему миру, и рефлексии, как наблюдению ума за своей собственной деятельностью. Последнее по Локу является сознанием. Такое же понимание сознания характерно для Канта и Гуссерля. Согласно Канту, условием объективности опыта является самосознание, трансцендентального субъекта, в виде убеждений «я мыслю», сопровождающего течение опыта. Именно это самосознание по Канту обеспечивает единство сознания. По Гуссерлю чистое сознание выражается в виде трансцендентальной рефлексии, направленной на самосознание. Ну вот. Такс. Такс, такс, такс. Видите, вот здесь уже наблюдается определенная тенденция к комбинированию. Не помню, как стрим начинается. Там АУФ было. Смотрите, где АУФ, короче. Такс. Ну и здесь же перечисляется проблема квалия. На всякий случай я решил дать определение квалия здесь, чтобы мы понимали, что это такое. Это слово квалия будет периодически встречаться в тексте. Пишут интенсия – это намерение. Нет, интенсия – это направленность. Предмет. Ваше внимание направлено на предмет. Вот интенсия. Вот оно. Вот интенсия. Вот-вот вы направлены на предмет. Вы направлены сейчас на шадова. Квалия – это не обычный термин для обозначения самой обычной из возможных для нас вещи. Того, как вещи выглядят для нас. Ощущение цвета нельзя свести к объективной картине световых волн, имеющейся у физики. Мог бы физиолог объяснить его, если бы он имел более полные знания, чем у него есть сейчас о процессах. Я так не думаю. А что за хуйня? Почему это так копировано неудачно? Это плохо копировано. Реально копировано довольно плохо. Короче, квалия работает действительно с тем, как вещи выглядят для нас. Это такой своеобразный феномен, на самом деле. Квалия во многом синоним феномена будет в непосредственно такой вот нашей континентальной философии. Это, ну, отчасти синоним феномена. Как мы воспринимаем вещи? Да, это цитата Шрёгингера, действительно. Я вспомнил откуда. Ну, на самом деле, херово я привел ее. По-моему, у меня часть лекции вырезалась. Я когда копировал, у меня поверх определения квалия скопировалась еще какая-то херня и все сбилось. Добрый вечер, Supreme Story. Александр, интенциональность это когда ментальное состояние о чем-то. То есть, к примеру, вы верите, что лекция хорошая, интенциональность это... Ну, да-да-да-да-да-да-да. Как вы относитесь к квалию? Никак. Не видел квалию, не знаю. Ну, то есть, то, как мы воспринимаем, действительно ли различаются квалии, я, например, не знаю. Если они не различаются, если квалия разных людей являются, ну, одинаковыми, если люди не являются больными, то проблема квалия поставлена зря. Напрасно. Если они отличаются все-таки, то не напрасно. Поэтому, ну, что делать. Что думаете про эллиминативизм? Сейчас посмотрим. Трудная проблема сознания. Поехали дальше. Трудная проблема сознания. Как формируется трудная проблема сознания? Что это такое? Трудная проблема сознания это проблема объяснения того, почему у нас есть квалия и феноменальный опыт. Как ощущения приобретают такие характеристики, как цвет или вкус. Согласно другой формулировке, трудная проблема сознания это проблема объяснения того, каким образом какая-либо физическая система способна порождать субъективный опыт. Данная проблема может быть сформулирована различными способами, включая в себя два важнейших вопроса. Почему мозг порождает сознание? Каким образом мозг порождает сознание? Почему именно мозг? Непонятно, кстати. То есть действительно непонятно, почему именно мозг, но я понимаю почему, потому что современная наука так или иначе базируется на мозге. И без мозга она работать уже не может. И те философы, которые опираются на науку, так или иначе сводят все наши сознательные операции к мозгу соответственно. Но на самом деле это не обязательное свойство. Здесь вопрос, трудная проблема сознания может формулироваться не только через мозг, я полагаю. Здесь небольшая проблема, на мой взгляд, заключается в данном определении. Ну то есть такое вот, такое вот, такое вот. Пазузу пишет, Чалмерс формировал трудную проблему по-другому. Да, потому что Чалмерс как раз мог и в принципе не сводить проблему сознания только лишь к мозгу, потому что вот в той лекции, которую мы, например, смотрели, он вообще видел сознание везде. Он постулировал сознание как вообще некую отдельную что ли материю, такую вот своеобразную. Пишет, потому что Чалмерс поехавший. Бывает. Так вот, относительно мозга, относительно мозга, просто здесь мозг чисто по формулировкам можно убрать. Здесь от него можно избавиться непосредственно. Чалмерс придерживает дуализма свойств, да, поэтому может, поэтому может себе позволить, соответственно. И, соответственно, мозг вообще в принципе не является... Он сказал, что лучший способ изучать сознание это восточная медитация и что МВИ. Вам не кажется, что это правдоподобное заявление? Ну, то есть, может быть, МВИ как бы это... Может быть, это действительно хороший метод? Почему нет? Почему нет? В Европе практически не было методов исследования внутреннего мира, которые не шли бы из внешнего источника. Понимаете, в чем дело? Наша психология долгое время... Ну, когнитивная наука, как и любая наука, она исследует сознание извне. То есть, понимаете, вот я, блядь, ученый такой, херпиченый такой. Опа! Я ученый такой. О, смотрите, человек! Давайте-ка черепуху ему вскроем и начинаем эксперименты проводить, короче, по-разному. То есть, это исследование, когда есть я и есть объект. Субъект, объектная дихотомия, короче, присутствует. Проблема сознания как раз и формируется, ну... Самим человеком я формирую свою проблему сознания. Я постулирую, что у меня есть сознание. Я не знаю, есть ли оно у остальных вообще в принципе. Я в принципе, ну, я могу только догадываться. Я могу делать предположение, что сознание есть у остальных. А если оно у меня, вроде бы у меня оно есть. И как я могу его исследовать? Научными методами? Не могу. Я не могу сделать себя объектом, потому что я субъект. Это не метод. Это уже не метод самоисследования будет, понимаете? Потому что субъект... Субъект как объект исследования, это какая-то полная дичь получается. Она не входит в научную методологию вообще в принципе. А где входит? Кто на протяжении двух тысяч лет занимался исследованиями внутреннего мира? Ну, просто кто? По-моему, хорошая. По-моему, хорошая традиция. По-моему, хороший подход, как минимум, терпимый. Индусы... Ну, например, у нас еще что еще есть? У нас еще замечательная... Психоанализ у нас. И психоанализ, опять же, психоанализ. У нас психоаналитик, и он трактует, что мы там думаем, что мы там в сновидениях видели. Понимаете, МВИ? Вот он трактует. В Европе очень много таких подходов. В Европе очень много таких подходов, которые трактуют наше сознание от третьего лица. То есть мы приходим, мы приходим, и мы от третьего лица пытаемся объяснить, что там с человеком происходит. Вы пишете, психоанализ это вообще дно, но он работает по тому же принципу, что и наука в данном случае. От третьего лица. Но сознание нужно изучать скорее от первого. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Помыслить себя как объект от первого лица довольно трудно вне мистических практик, вне духовных практик разного рода. Духовные практики, как ни странно, они на протяжении двух тысяч лет, то есть, понимаете, у индусов, у буддистов опыт исследования даже внутреннего мира две с половиной тысячи лет. В отличие от гребанных европейцев, которые до полноценных исследований внутреннего мира дошли только вот к гусарлю, и это вот буквально было в прошлом столетии, понимаете, это было в прошлом столетии просто. Европейцы пришли к феноменологии. Это то, чем занимались непосредственно, это то, чем занимались буддисты и индусы, буддийские и индийские философы на протяжении, не знаю, двух с половиной тысяч лет. И вы понимаете, какая колоссальная разница, тотальная просто между ними. Поэтому убеждение Чалмерса, оно не безосновательно. Я уверен, его можно вполне подтвердить, его можно вполне обосновать. Поехали дальше. Трудная проблема, трудная проблема, мы с ней, в принципе, разобрались, да, с трудной проблемой все понятно. Очень трудно, очень тяжело, что делать дальше, поехали. Old Diablo пишет, так а где результат спустя две тысячи лет? Так вы практикуйте Old Diablo. В смысле, где результат? Достижение нирваны, возможно, результат. Тотальный контроль за своими ощущениями, может, результат. Может быть, то, что буддист может выйти на площадь и поджечь себя и сидеть, пока его тело горит. Может быть, это результат контроля над своим телом, над своим внутренним миром и, соответственно, над внешним миром. Может быть, это результат? Ну, может быть, вот-вот-вот-вот-вот. Или вы что хотите, самолеты, чтобы летали от того, что буддисты медитируют? Вы понимаете, что это сумасшествие такое требование? Ну, это безумие, соответственно. Ваши требования безумны. Потому что та практика, которой следовали буддисты и индусы, она просто не могла прийти к созданию самолетов. И даже не планировалось, что будут какие-то самолеты, понимаете? То же самое, что вы потребовали бы от какого-нибудь Ньютона, чтобы из его теории внезапно мы обрели, там, не знаю, счастье. Знаете, теория тяготения, и чтобы из нее мы счастье получили какое-нибудь. В данном случае просто практика не соответствует результатам. Вы пытаетесь, не знаю, наверное, привести что-то к чему-то странному. Результата не видит он. Чувак не видит результата, господи. Как будто бы он буддизмом занимался на протяжении многих тысячелетий. Знаете, так еще уверенно заявлять, никаких результатов не было. Так вот, концепции. Концепции. Я разделяю все на несколько таких вот, получается, тематик больших, в которые помещаю более маленькие темы. Например, материалистический монизм. Что такое монизм? Монизм это означает доминирование одного, а не нескольких факторов в этом самом сознании. Материалистично оно или идеалистично, или какое-то оно еще. Тут вопрос. Вот, если этот показатель один, то мы говорим о монизме. Если показателя два, если сознание, например, одновременно и материалистично, имеет некоторые материалистические атрибуты, а с другой стороны, некоторые, там, не знаю, духовные или недуховные, то это дуализм будет. В принципе, допустим какой-нибудь плюрализм, но вот почему-то я о нем пока что не слышал. Какие-то плюралистические концепции, они, видимо, не очень популярны. Так вот. Дальше. Физикализм. Соответственно, одна из самых популярных, мощных концепций среди ученых, среди многих психологов, среди многих людей. Это, прежде всего, физикализм. Это философская позиция, согласно которой реальны только физические события и объекты, физические факты. Критерием физичности является пространственная протяженность, материальность и измеримость. В свою очередь, согласно физикализму или материализму, сознание представляет собой физический процесс и может быть полностью редуцировано к физической активности мозга, как ближайшего материального субстрата. Кстати, я здесь добавлю, наверное, знаете, что от себя? Знаете, что я добавлю здесь от себя? В принципе, в принципе, материалистический монизм как таковой мы можем не сводить исключительно к физикализму такого рода, как мы видим сейчас. То есть физикализм может быть другим. Например, мы сейчас недавно знакомы, мы провели только что лекцию по Эпикуру. Мы провели лекцию по Эпикуру, правильно? И у Эпикура мы можем фиксировать, что его душа состоит из материальных частиц. То есть это материальный субстрат, соответственно. Но при этом, по его мнению, душа, как бы она распространена по всему телу. То есть эта душа состоит из маленьких сферических атомов. Но при этом она распространена по всему телу и больше концентрация там находится где-то в груди. И он это фиксирует с помощью своих собственных ощущений. Когда мы боимся чего-то, у нас там с сердцем, с грудью что-то происходит. Видимо, по этому принципу. То есть в таком случае возможен физикализм, ну или как минимум материалистический монизм, который не сводит все к мозгу. То есть в этом смысле мы могли бы попробовать отнести Эпикура к физикалистам, только вот немного другого рода. Так вот, все виды редуктивного физикализма основаны на идее о том, что все можно аналитически свести к фундаментальным физическим основам. Это является одной из причин, по которой физикализм часто используют как синоним материализма. Моя позиция здесь довольно-таки простая. Я на самом деле очень негативно отношусь к физикализму, ну просто потому что у нас... Не потому что он плох, не потому что он плохо доказан, а потому что он тривиален. Тотальная банальность физикализма меня, безусловно, отпугивает. Она обусловлена преклонением перед учеными, опять же, потому что у науки много успехов, потому что наука классная. И, соответственно, появились такие мыслители, которые стали своеобразными служанками нового научного богословия. И такие служанки нового научного богословия, в принципе, они постоянно придерживаются, ну, соответственно, придерживаются вот такой позиции физикализма. Она наиболее удобна, она требует наименьшее количество, она требует меньше размышлений, соответственно, потому что, ну вот, все в науке уже обосновано. Все с наукой уже связано. Да, это относится к редуктивному физикализму в данном случае, конечно же. Ну, то есть, такая позиция, она довольно-таки банальна в целом. Она довольно очевидна, она довольно, ну, проста. Она, знаете, это позиция, которая является наиболее желательной для ученых непосредственно. То есть, вот, все-все ограничиваем все наши знания, осознание только тем, что мы можем исследовать с помощью научных методов. С помощью научных методов мы можем исследовать мозг. А давайте и не будем дальше копать, как бы. А что нам копать? Давайте просто использовать какие-то, давайте использовать просто какие-то вещи, которые нам доступны просто из науки. И давайте на этом и ограничимся. И вот это вот и будет истина, это и будет наша позиция. Этого нам достаточно более чем. Вот. Такая позиция меня, по большей части, отпугивает своим именно отсутствием творчества. Я же, я напоминаю, что для меня очень важно в философии какое-нибудь наличие творческих элементов, чего-то нового. На мой взгляд, философия это своеобразный побег от тривиальности. Даже здесь тривиальность создала сама мысль. То есть, если какая-то тривиальность появилась в истории философии, философия так или иначе своим движением постоянно продолжает от нее убегать. Философия создает что-то новое и продолжает убегать от всего этого. Зак Дауман пишет. Как сказал Деннет, нужны философские позиции, которые выражали бы научный взгляд философским языком, чтобы можно было с кем-то спорить конструктивно. Физикализм нужен тоже. Но в таком случае это просто, на мой взгляд, не совсем философия. Так, физикализм в наши дни наиболее мейнстримная позиция с одной стороны философии сознания и с другой стороны в науке. И ввиду этого, ввиду этого, ну она мне наименее как бы интересна, наименее интересна. Я не могу сказать, она правильная или неправильная. Я не могу сказать, она действительно ли познала истину, либо просто вот шуткой природы является как скептик. Я не могу ничего такого сказать. Но я оцениваю позиции с точки зрения их такой, знаете, своеобразной тривиальности. И в этом смысле, в этом смысле, она абсолютно тривиальна. Она абсолютно тривиальна. Нет ничего банальней, чем, в общем-то, утверждать что-то вот сейчас, не знаю, созвучное с научным мнением. Серьезно. Серьезно. Нет более банальной позиции. Наука самая тотальная, самая распространенная, самая сильная, вообще идейная структура, которая когда-либо существовала на планете Земля. Мощнее нет. Пока что мощнее нет, соответственно. И, скорее всего, не будет. И, скорее всего, не будет ее. И не будет никакой структуры. Люди пишут, сознание не существует. Напоминаем, Батхёрд ТВ пишет, да? Ну, согласно этой позиции, его и не существует. Если проще говорить, сознание это просто, ну, такой вот своеобразный продукт. Продукт. Никайру спрашивает, какая тема лекции философии сознания? Своеобразный просто продукт получается мозга и все. Это не в прямом смысле какая-то сущность. То есть, сознания в данном случае в каком-то смысле все-таки нет. Соответственно, возникает тоже своеобразная такая сложность. Понимаете, в чем проблема? Убер-маргинал, о котором вы, видимо, от которого ссылку делаете, он скорее такой, знаете, то ли физикалист, то ли, короче, как там, элиминативист или что-то вроде того. Продолжаем. Продолжаем. Сознание это процесс пишет. А есть такое, есть такое. Эпифеноменализм. Модель ментальной казуальности, которая объявляет ментальное, казуальное бесплодным довеском к физическим процессам. Так вот, впервые этот термин Джеймс сформулировал. Эпифеноменализм довольно близок к физикализму, но пытается обыграть основные его темы в интересных ракурсах. Проблема заключается в том, что чистый физикализм трудно осознается человеком на феноменальном уровне. Физикализм оказывается интуитивно противоречащим нашему сознательному опыту. Не опыту научному, а опыту сознательному. Соответственно, да, опыту сознательному. Да, соответственно, это противоречие приходится по-разному объяснять. У физикализма существует множество чистых философских проблем, так как мы, в принципе, особо не понимаем, как вообще описывать сознание с помощью научных методов тоже непосредственно. Так вот, так вот, оказывается, что сознание своеобразный бесплодный довесок к физическим процессам. Действительно интересно, как... как действительно симптом некой болезни, не имеющей влияния на ее течение. Тоже довольно интересный эпифеноменализм. Есть еще функционализм. Теория или комплекс теорий, которые толкуют сознание, как пребывание в определенном функциональном состоянии. Сознание не есть объект или сущность, но скорее определенный процесс или функция, а именно группа определенных операций и действий, наличие которых достаточно для констатации сознательности. Выводом из подобной трактовки сознания является гипотеза возможности переносить и воспроизводить сознание на разных носителях. Но тут есть тоже определенные проблемы. Данная концепция противоречит наиболее вероятному исходу событий подобных опытов, например, с переноса сознания на разные носители. Вероятно, даже если наше сознание и воспроизводится на том или ином носителе, то все равно, вероятно, мы от этого не начнем фиксировать свое собственное существование на них. То есть, если мое сознание перенести на флешку, вряд ли я встану в этой флешке и вряд ли у меня будет там сознание. Соответственно, проверить функционализм становится не так-то и просто. Ну или, например, если я живу, переношу свое сознание на флешку и убиваю себя в итоге. Будет ли сознание на флешке, будет ли она живая? Ну, скорее всего, нет. И, соответственно, проверить работу функционализма тоже довольно трудно, потому что за определенными феноменами сознания многое стоит. Опять же, проблема телепорта, например. Если я телепортируюсь, по принципу, все атомы моего тела будут уничтожены, а потом восстановлены в другом месте, скорее всего, я умру. То есть, я умру здесь, но восстановлюсь в другом месте. Это печально. Это во многом печально. То есть, я лишусь своего существования, я перестану существовать как предмет, я перестану существовать как тело, как сознание с другой стороны. И у меня будут большие... большие проблемы. Ну, то есть, довольно-довольно странно. Довольно-довольно странно мне будет. То есть, опять же, с проверкой у нас будут большие проблемы. И, например, если мы говорим о фиксировании собственного бытия, бытия, там, присутствия, как это у Хайдегера происходит, ну, тоже вряд ли его зафиксируем, короче, если мы перенесем куда-то наше сознание. Это довольно интересно. Это довольно интересно. В соответствии с этим довольно трудно подтвердить данную теорию на практике. Переходим к следующей. Элиминативизм. Это радикальная натуралистическая теория, утверждающая, что сознание является безнадежно запутанным и не указывает ни на какой реальный объект, и ни на какое реальное свойство. Так, поэтому от него следует отказаться. Большинство обыденных и философских понятий, используемых для описания сознания, например, желание, мечта, квалия, субъективность, аналогично таким устаревшим понятиям, как лдовство и флагистон. Предметов и явлений, на которые указывают эти понятия, на самом деле не существует. Существует нечто другое, более сложное. Например, электрохимическая активность мозга. Следовательно, такие понятия должны быть устранены из описания психической деятельности, а психология должна стать естественной наукой, основанной на данных и методах нейронаук. Современные представители элиминативизма Пол и Патриция Чаршлинды, например, вот они. Предшественником элиминативизма можно считать философский бихевиоризм, ну это пиздец, конечно, это очень плохо. Бихевиоризм очень примитивная концепция. Ну то есть она на описаниях только базируется. Мы просто описываем поведение людей и все. Егор пишет, ну даже если воспоминания и ощущения сохранены, сохранить посредством какой-то описательной системы, то это не будет сознанием. Понимаете, в чем дело? По крайней мере, я могу сделать очень большую ставку на то, что если мое тело уничтожить и воссоздать заново, скорее всего, я как бы, не будет ничего. Меня не будет, соответственно. Я умру. Я умру, появится кто-то другой, который вполне возможно будет обладать моими воспоминаниями и будет думать, что это я. У него, возможно, даже будет сознание, понимаете, полноценное, но это не будет мое сознание. Я лишусь сознания при переносе. То есть функция не перенесется непосредственно. Я не буду чувствовать перенесение этой функции, потому что непосредственно меня уже самого не будет. И это довольно печальная ситуация. И в соответствии с этим проверка сознания не оказывается, ну будет невозможно. Это будет печально, это будет очень печально, что мы не сможем подтвердить ту самую теорию функционализма. Вот видите, например, эллиминативизм, он довольно радикален в этом смысле. Он говорит, вообще нет никакого сознания, вы просто выдумали какие-то термины, и смежные с ними тоже. Некоторые эллиминативисты считают, что для некоторых концепций, таких как вера и желание, не будет найдено нейробиологического базиса, поскольку они недостаточно точно определены. Они, в свою очередь, считают, что психологических концепций, поведений и опыта, они должны оцениваться по тому, насколько хорошо они редуцируются до биологического уровня. Ну вот. Да нет, это не бред, МВИ, это, конечно, не бред, но в целом малоинтересная концепция. Ну то есть она, опять же, довольно банальна, она довольно-таки помешана на науке, она довольно задрачивается на науку. Поскольку здесь сидят антисоентисты, друзья, антисоентисты в чате, соответственно, и я здесь тоже антисоентист, все выводы, которые делают ученые, в них можно усомневаться. Все выводы, которые делают когнитивные науки, в них тем более можно сомневаться. Все выводы, которые даже генетики делают, в них можно сомневаться. Соответственно, делать большую ставку на науку все равно сомнительно, все равно остается сомнительно. Позиция, конечно же, интересная позиция, мощная в том смысле, что под нее можно подвести большой базис из доказательств, связанных с когнитивными науками. Можно очень много об этом говорить, очень много книг написать об этом, соответственно. Позиция, она будет сильная, в любом случае она будет сильная, потому что всегда найдутся мощные аргументы. И поскольку найдутся мощные аргументы, с этой позицией будет довольно, ну, с ней долго будут разбираться, как минимум, с ней долго будут разбираться и с ней очень сложно разделаться. Я, как не специалист в философии сознания, я здесь даже, конечно, ну, не имею права для своих пяти копеек, потому что это не моя философская проблема вообще, в принципе. Я-то все трактую через позицию мнений, для меня вообще все это мнение, как вы понимаете, для меня все это набор мнений. Все теории сознания набор мнений. Элиминативизм по отношению к классу сущностей является взглядом заключающимся в том, что эти сущности не существуют. К примеру, вне формы материализма являются элиминативными по отношению к душе. Современные химики являются элиминативистами по отношению к влагистону. Наиболее распространенными формами являются элиминативизм по отношению к пропозиционным установкам, описанным Полом и Патрицией Чорчленд. И элиминативизм по отношению к Валле, который выражают Дэниел Деннет, Жордж Рэй и Кит Фрэнкиш. На взгляды Чорчлендов и Деннета в этом вопросе оказали влияние Селларс и Куайн. Похожих взглядов придерживались Ричард Рорти и Пол Фейераббент. Вот, кстати, от Фейераббента я был немножко удивлен, что Пол Фейераббент придерживался подобных позиций. Серьезно. То есть действительно довольно странно, что Пол Фейераббент вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот неожиданно, неожиданно оказывался элиминативистом. С точки зрения, ну, по отношению к сознанию, для меня это был небольшой шок на самом деле. Такс, теперь переходим к более таким интересным концепциям, но в том плане, что они более редкие, менее научные и встречаются не так часто, соответственно. Идеалистический монизм, например, почему бы не разобраться с монизмами сначала? Идеалистический монизм, на мой взгляд, довольно прикольная тема. В современной философии идеалистическая разновидность монизма, утверждающая, что материальная действительность порождается активностью некоторых идеальных форм человеческого сознания или Бога. Она представлена, к сожалению, слабо. В основном эта позиция разделяется некоторыми представителями религиозной философии. Мы могли бы сказать, что данной позиции придерживался, например, Беркли, который принципиально отрицал материализм. Если вы знакомы с философией Беркли, вы можете увидеть там такой своеобразный идеалистический монизм. Пишут, солипсизм. Солипсизм будет, скорее всего, одной из разновидностей идеалистического монизма, потому что идеалистический монизм может включать в себя как объективный идеализм, а с другой стороны может включать в себя и субъективный идеализм. А субъективный идеализм может как раз и включать в себя солипсизм. Понимаете, в чем дело? То есть солипсизм это довольно радикальная концепция внутри уже самого идеализма. А пишут, Юм, кстати, тоже много писал про философию сознания. Ну, неудивительно, наверное, и должно, должно, должно. Юм много чего вообще писал. Поэтому, да. Ну и вот, соответственно, концепции идеалистического манизма, к сожалению, мало представлены в современном дискурсе, но хотелось бы побольше. Это интересная концепция. Также есть нейтральный манизм. Это тоже вот обозначение некоторой такой позиции манистической, только вот в ней не идеальная, не материальная сущность, они не лежат в основании мира, оказывается. А есть какая-то третья сущность, непонятно какая. Непонятно, почему нейтральный манизм. Просто нейтральный манизм, как я понимаю, является своеобразным обособлением неограниченного количества возможных концепций, как ни странно. И этим он мне, кстати, нравится. Он мне нравится, потому что он как раз, с одной стороны, является таким, знаете, иксом неопределенным. Можно подумать, можно как-то повзвешивать все. Ну и он наиболее интересен в этом смысле, потому что это как раз зона применения философского воображения. Я думаю, настоящие, максимально, не знаю, раскрепощенные философы будут работать именно в направлении нейтрального, может быть, не манизма даже, но вот в этом направлении. Не в направлении идеальным или материальным. Они будут выходить за пределы уже установленных философами ранее понятий. И в этом смысле они будут куда интереснее, их концепция. Кроме того, нейтральный манизм со своей открытой, вот таким иксом с открытым, он позволяет нам открыть окно в бесконечность комбинации взглядов. То есть, как мы понимаем, манизм может перерасти в дуализм. А поскольку вот этих вот монистичных элементов может быть неограниченное количество, то есть их может быть, ну, допустим, бесконечно много. Ну, как минимум, неограниченно много. Поскольку их может быть неограниченно много, соответственно, мы можем прийти к неограниченному количеству плюралистичных комбинаций этих самых учений о том, из чего состоит сознание. у них будет бесконечное количество, и именно нейтральный монизм является ключиком, потому что вроде бы мы уже, знаете, ключиком к этой двери в бесконечность. Потому что вроде бы мы уже своим разделением на идеальное и материалистическое уже как будто бы все поделили, как будто бы, знаете, поняли, как весь мир у нас устроен, да, либо он идеалистичен, либо материалистичен. И материалисты волшебные, они уже попытаются так или иначе, знаете, отыграть. Им просто нужно идеализма провернуть, и все. Только идеализм, и как только они победят идеализм, тогда материалистический монизм возобладает, и все будет хорошо. Ааа, нет, нет, все может быть куда сложнее, все может быть куда сложнее, и, соответственно, на место идеального монизма может прийти какой угодно. Может прийти вообще все, что угодно, и это, на мой взгляд, и это, на мой взгляд, очень круто. И это и есть, собственно, философия, это и будет философия сознания в ее самых, знаете, творческих проявлениях. В ее творческих, самых творческих проявлениях, именно в проявлениях самой чистой мысли. Хотелось бы посмотреть, сможет ли философия сделать что-то подобное в большом количестве в ближайшее время. Я бы хотя бы действительно вот этим заинтересовался. Просто разделение на идеальные и материальные лично мне мало интересны, потому что они уже как бы зарыты в историю философии, они еще с Кортезия так или иначе существуют. К слову о Кортезии, переходим к дуализму. Но, правда, мы начинаем с дуализма свойств, а Кортезий скорее мог бы быть отнесен к дуализму субстанций. Но мы начнем с дуализма свойств, потому что это одна из самых распространенных концепций дуализма в современной философии сознания. Так вот, существует несколько форм дуализма. Один из самых главных это дуализм свойств. Теория философии сознания утверждающая, что мозг необходим для наличия сознания, но свойства сознания не тождественны свойствам мозга. Иными словами, сознание и его качество нельзя свести к свойствам физического объекта, порождающего это сознание. Тем не менее, сознание не может существовать само по себе, отдельно от материального носителя, порождающего его. Современные философы, высказывающие подобного рода теории, это Томас Нагель и Джон Сёрл. Сёрл, Сёрл, да, Сёрл, конечно же. В понимании Дэвида Чалмерса феноменальное сознание, являясь частью природного мира и подчиняясь естественным законам, логически априорно не сводимо к физическим процессам, происходящим в мозге. Такое понимание сознания философ назвал натуралистическим дуализмом и отнес к разновидности дуализма свойств. Серьёзную угрозу априорному доказательству истинности дуализма свойств несёт существование апостериорной необходимости. Для преодоления данного затруднения Чалмерс в сознающем уме попытался заголосовать факт существования априорной и апостериорной необходимости, используя двухаспектную теорию значения. В последующих работах он разработал двухаспектный аргумент, с помощью которого по мысли философа ему удалось увеличить модальную силу апостериорного вывода в защите истинности дуализма свойств. Ну, дуализм свойств, на мой взгляд, менее интересен, чем дуализм субстанций, потому что это менее смелое утверждение. Тут я вижу, Александр написал, Витушинский хорошо раскидал на четыре направления про сознание. Платонизм, сознание плюс тело, атомизм, сознание, то есть тело минус сознание, стоицизм, сознание равно тело, гностицизм, сознание минус тело. Ну, то есть, да, комбинация, философская комбинаторика, кстати, я бы это назвал Александру. То есть, я работаю с философской комбинаторикой, я вот такие вот штуки делаю как непосредственно, то есть, я допускаю все возможные комбинации и концепции, их рассматриваю обычно, ну вот, 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 вот. То есть, у меня прям вот такой метод по отношению вообще ко всем аспектам мира, в том числе, присутствует. Так вот, концепция, конечно, интересная, концепция интересная, но она, опять же, знаете, немножко заигрывает с наукой, потому что, ну, в принципе, типа, да, есть мозг, мозг материален, да, 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 без мозга сознание существовать все-таки не может, но, но есть определенные еще свойства, которые не могут быть описаны только работой мозга, и как бы на этом мы завершаем дуализм свойств, и думаю, окей, тоже довольно, знаете, такая концепция, которая является по большей части служанкой современной науки, в этом смысле она мне, ну, тоже не то, что не импонирует, она не творческая, мне смотрится, такой вот, более-менее тривиальный, но менее тривиальный, чем физикализм, конечно же, менее тривиальный, поэтому более, на мой взгляд, заслуживающий внимания. Куда более интересной является позиция дуализма субстанцией. Это теория философии сознания, утверждающая, что сознание не тождественно ни мозгу, ни какому-либо физическому объекту и процессу. Оно представляет собой отдельную субстанцию, которая реально существует, то есть есть, например, протяженная субстанция, как у Кортезия, с одной стороны, а есть, с другой стороны, мыслящие субстанции, они не сводимы друг к другу, что интересно, да? Так вот, классический дуализм субстанции, это философия Рене Декарта. Декарт проповедовал наиболее радикальный вариант дуализма, субстанциональный или сущность, его можно назвать. Ну, то есть, такой дуализм, такой дуализм, конечно же, куда более интересен. Также есть дуализм сказуемых предикатов. Говорить о психических явлениях и сознании в терминах обычной физики невозможно, но в плане своей сущности и, видимо, свойств, сознание точно так же материально просто требует специфического языка для объяснения, то есть, есть реально дуализм сказуемых. То, о чем нельзя говорить, о том следует молчать? Нет, нет, нет. То, о чем нельзя говорить в физикалистических позициях, о том следует говорить по-другому, соответственно, по-другому говорить, и поэтому присутствует дуализм такой языковой. То есть, несмотря на то, что эта позиция, скорее, она физикалистическая, если в сущности, в сущности дуализм сказуемых смотреть, если в сущности этого дуализма смотреть, он реально просто физикализм, но просто обыгранный через лингвистику, получается, через язык, через работу, интересно. Пазузу пишет, по дуализму мозг может быть неким посредником по дуализму свойств, получается, скорее, да? Или по дуализму субстанцию он может быть неким посредником, тут тоже интересно. Конечно, опять же, относительно дуализма свойств, наверное, тоже он может быть своеобразным посредником, потому что мозг может как-то отвечать на отдельную мыслящую субстанцию. То есть, он может реагировать на работу мыслящей субстанции и в этом смысле быть своеобразным посредником. То есть, да, мозг есть, но есть отдельно мыслящая субстанция, но при этом мыслящая субстанция задает мозгу определенные состояния, которые он испытывает и так далее, и так далее, и так далее. Понятно. Подтвердить жалко, что это трудно Ладно Есть также нейтральный монизм Нейтральный монизм Метафизическое воззрение, согласно которому психическое и физическое являются двумя способами организации или описания тех же самых элементов, которые сами по себе являются нейтральными То есть не носят физического и психического характера Эта точка зрения отрицает, что психическое состояние две принципиально разные вещи Скорее всего, с точки зрения нейтрального монизма, вселенная состоит из одного вида субстанции в виде нейтральных элементов, которые сами по себе не являются ни психическими, ни физическими Ну, об этом уже было сказано, кстати, это повторение, к сожалению Я что-то накопировал, простите, я сегодня три лекции сразу набомбил, поэтому, ну вот, довольно Нейтральный монизм, я к нему, опять же, хорошо отношусь Мне довольно нравится он Также существует позиция, которая обозначается так Скептицизм в отношении психофизической проблемы Другие мыслители считают, что хотя проблема соотношения тела и сознания сформулирована корректно, мы принципиально не способны дать на нее удовлетворительный ответ Например, Колин МакГинс считает, что вопрос о природе сознания вообще лежит за пределами наших когнитивных способностей Каждый биологический вид имеет определенные ограничения Например, собаки не в состоянии доказать теорему Пифагора Точно так же люди не в состоянии создать удовлетворительные теории сознания От себя Александр Шадов хочет заметить, что утверждение о принципиальной неспособности дать ответ на данный вопрос чисто тематически Невозможно назвать скептицизмом Для этого есть более уместное слово, оно называется агностицизм Но кто же виноват, что аналитические философы по большей части это биомусор Который даже не может разобраться в философской терминологии и отличить агностицизм от скептицизма Непонятно, вот мне вот это вот, конечно Это очень тяжело, наверное, отличить агностицизм от скептицизма Но вот такая вот херня получается, опять же, да? Некий Колин Магин уверен в том, что Да, познание, сознание лежит за пределами непосредственно когнитивных наших способностей Представляете себе? И он называет себя скептиком Или его кто-то скептиком называет Вы шуе, ребят Те, кто его так называют, это шуе Это сумасшедшие люди, которые к философии не имеют никакого отношения И термины основные даже не знают Это школа какая-то Это вообще, ну, это должно проходиться на первом курсе Я вообще в шоке Я прям зол Я зол Ну вот мы и прошли основные Основные Основные, в общем-то Основные течения Которые я, в принципе, смог нарыть за ближайшие дни По-моему, по-моему, было достаточно полно А теперь давайте обратимся к ментальным экспериментам А философия сознания – это интересная сфера исследования Которая включает в себя еще и такую интересную вещь, как ментальные эксперименты Одним из средств доказательства или опровержения Как раз служат эти самые ментальные эксперименты Над которыми многие исследователи философию сознания и спорят Они действительно разбирают эти самые проблемы Ну, например, такой ментальный эксперимент Который называется «Китайская комната» Джон Сёрл считает, что вымышленная ситуация с китайской комнатой Хорошо подходит для описания компьютерной программы Все действия, которые... Так-так-так-так-так-так-так-так Бля, здесь нету, да, китайской комнаты? Блин, китайская комната, отлично Дурак я, короче Мастерний эксперимент... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Так вот Цель эксперимента состоит в... Да, блядь, что происходит? Что происходит? Сейчас. Я его сам сформулировать вряд ли смогу, потому что я уже... Ну, я его точно не помню Представьте себе изолированную комнату, в которой находится Джон Сёрл, который не знает ни одного китайского иероглифа. Да. Однако у него есть записанные в книге точные инструкции по манипуляции иероглифами вида. Возьмите такой иероглиф из корзинки номер 1 и поместите его рядом с таким-то иероглифом из корзинки номер 2. Но в этих инструкциях отсутствует информация о значении этих иероглифов. Да, всё верно. И Сёрл просто следует этим инструкциям подобно компьютеру. Наблюдающий и знающий китайские иероглифы через щель передает в комнату иероглифы с вопросами, а на выходе ожидает получить осознанный ответ. Инструкция же составлена таким образом, что после применения всех шагов к иероглифам вопроса они преобразуются в иероглифы ответа. Фактически инструкция. Это подобие компьютерного алгоритма, а Сёрл исполняет алгоритм так же, как его исполнил бы компьютер. Так вот, в такой ситуации наблюдатель может отправить в комнату любой осмысленный вопрос и получить на него осмысленный ответ. Ну и при этом сам человек, который будет отвечать, он может отвечать неосмысленно, соответственно. Да, всё понятно. Это против искусственного интеллекта, соответственно. Довольно интересная тема, кстати. Продолжаем дальше. Ментальные эксперименты. Вот, Джон Сёрл считает, что вымощенная ситуация с китайской комнатой хорошо подходит для описания компьютерной программы, но на самом деле сейчас уже, наверное, это будет не совсем так. Хотя, тут довольно трудно. Современные программы немножко сложнее, чем вот обычные алгоритмы, и поэтому стоит, наверное, учитывать, что Сёрл скорее здесь, да, немножко заблуждается. Тут пишет вообще против языка. Я согласен, что китайскую комнату даже можно против языка использовать. Мы можем даже сказать, что мы вообще не понимаем никаких смыслов. Мы просто отвечаем символическими системами на символы. То есть, система тотальных симулякров, например. Всё вокруг симулякров, соответственно. С помощью китайской комнаты, если мы её одобряем, можно так или иначе... Пишут, это типа критика теста Тюринга, да? Да, на самом деле, да, отчасти, да, в том числе. Ну вот, соответственно, это реально можно довести до такой степени, что и ни языка никакого не будет, никакой реальности, соответственно, не будет. Китайская комната интересна в этом, мне нравится. Нагель будет впереди, если пролетущую мышь, там впереди будет. Философские зомби. Что же за философские зомби? Философские зомби – это персонаж мыслительных экспериментов. С его помощью философы хотят показать сложность проблемы сознания, и объяснить его феноменальные субъективные аспекты сознания, не сводимые к функциональным фактам. Это попытка показать, что сознание является чем-то большим, чем то, что рисует нам физикалистическая картина мира. Философские зомби, по сути, наш двойник. То есть, мы можем представить нашего двойника физического, функционального, молекула в молекулу, он повторяет нас. У него, у этого существа все психические способности, которые есть у нас. Он также обрабатывает информацию, так же, как мы. Он может писать книги о проблеме сознания, делать вообще все, что угодно. Да, про летущего мышь будет. Но у зомби, у этого существа нет квали и феноменальных свойств. Ну вот, интересно, да ведь? Проблема философского зомби. Ведь в принципе, ведь в принципе, ведь в принципе, ведь в принципе, мы вполне, мы вполне можем так себе быть в ситуации философских. Хотя, на самом деле, знаете, просто можно взять и сказать, так это, нет никакого квали и феноменальных свойств. Все, философский зомби идет к черту, соответственно. Я, честно говоря, с трудом понимаю, зачем они формируют такие красивые проблемы, якобы, которые решаются щелчком. Эллиминативисты, например, могли бы просто сказать, ну, и все, да. У существа этого нет квали или феноменальных свойств, мы просто все философские зомби тогда. Нас это устраивает вполне. Меня устраивает, что мы все философские зомби. Все. Не, серьезно, довольно странная проблема, но для этого нужно было называть кого-то зомби. Такую формулировку интересную делать, знаете, симпатичную. Но при этом она не работает, потому что от нее отказаться физикалистам и эллиминативистам слишком уж просто. Не, серьезно, очень слишком просто. Философские зомби слишком просто опровергаются. Ну, именно с точки зрения физикалистов, например. Я не знаю, я не знаю, зачем вообще. Акселератор у нас сегодня в лекции. Артем спрашивает, ну, ок, а если меня не устраивает физикализм, ну, проблема, наверное, заключается... Знаете, в чем? В том, что вы за науку тогда, скорее всего. Если вас не устраивает физикализм и вы за науку при этом, тогда у вас проблемы. Если вы антисиентист и если вы не физикалист, если вы против физикалиста, тогда все просто, на самом деле. Ну, как бы вы берете и говорите, пошла нахер наука, все. Наука чушь, как бы. До свидания. Вы с такой же легкостью можете отвергнуть физикализм и все прочее, если вы так или иначе не опираетесь на научные данные, на научные исследования, не верите в то, что это истинное исследование. Это сильно упрощает, короче, вашу постановку проблемы и вашу постановку вашей философии, соответственно. Если вы солидарны... Артем Федоров пишет, перед философским зомби неплохо было бы сперва разобрать комнату мэрии и летучую мышь. Да, сейчас посмотрим. Все впереди. Философские зомби популярнее летучей мыши и комнаты мэрии, кстати. Ну, просто поэтому мы по популярности, я его решил первого закинуть. Одного из первых, соответственно. Так вот. Так вот. Проблема вообще почти всей аналитической философии заключается в том, что она является довольно-таки позитивной... Она очень сильно позитивно относится к науке. Вот все. Отсюда и рождаются все споры и все эти примеры с философскими зомби, но и физикализм мощный становится сразу же одной из самых мощных концепций. И все противники физикализма становятся своеобразными маргиналами, соответственно, потому что все как бы поклоняются науке. Большинство аналитических философов поклоняются науке, и поэтому, ну, даже Чалмерсом всяким, довольно странным шизам, как было сказано выше в чате, приходится отыгрывать от науки. Ну вот, соответственно, соответственно, понимаете, люди считают выводы науки максимально объективными, и поэтому, ну, мы начинаем от физикализма. Ну, просто нам приходится играть от физикализма. И поэтому, да, философский зомби как аргумент, вообще, в принципе, философский зомби как, в принципе, аргумент, он должен быть сформирован таким образом, чтобы так или иначе ставить физикализм. Пишут, дело не в популярности, а в последовательности. Ну, последовательность формируется популярностью. Чем популярнее то или иное направление, тем больше у него последователей. Чем больше у него последователей, тем больше у него интеллектуальных последователей. Чем больше интеллектуальных последователей, тем выше уровень последовательности, и тем больше доказательств у этого мировоззрения будет, соответственно. Это законы моды, они так работают. Если бы у науки не было миллиона исследователей своеобразных, она была бы ничтожна, соответственно. Чалмер сначала раскрывает аргументы Джексона и Нагеля, а потом идет к зомби. Ну, без разницы. Потом посмотрим, что там у нас есть. Так вот, философские зомби довольно слабый аргумент, на мой взгляд, в данном случае. Также я здесь привел аргумент мозг в колбе. Это возможные сценарии данного мыслительного эксперимента, они используются в философии, тут говорят скептицизма, на самом деле нет. Ну и саллипсизма, допустим, но вот кто из саллипсистов, я не знаю ни одного саллипсиста на самом деле, ну да ладно. Давайте представим себе, что наш мозг находится в колбе, да. Получает все ощущения о мире вокруг, который мы так или иначе ощущаем, видим, знаем. Вот я стримлю, да, на самом деле, у меня эти ощущения передаются в колбу. Я на самом деле не стримлю, я просто в колбе нахожусь. Я просто нахожусь в колбе. Вот все, я внутри колбы, и я живу в этой колбе, я мозг, не знаю, не понимаю, почему мозг, конечно, но мозг. Я мозг, который существует в колбе, я получаю ощущения извне. Вот все, вот-вот весь эксперимент. Таким образом, мы не можем отличить себя в колбе от себя реальных, соответственно, и это небольшая проблема. Продолжаем. Комната Мэрия. У меня все наоборот, видите, у меня в обратном порядке. У меня в обратном порядке. Комната Мэрия. Тоже своеобразный такой вот эксперимент. Мэрия блестящий ученый, который по какой-то причине вынужден исследовать мир из черной комнаты через черно-белый телевизионный монитор. Предположим, она специализируется на нейрофизиологии зрения и приобретает всю физическую информацию о том, что происходит, когда мы видим спелые помидоры или небо и используем такие термины, как красный и синий. Например, она обнаруживает, какие именно комбинации длин волн с неба стимулируют сетчатку. И именно то, как это вызывает через центральную нервную систему сокращение голосовых связок и вытекание воздуха из легких, что приводит к высказыванию предположения неба голубое. Про Василиска Ракако не будет, друзья. Впервые вообще слышу. Что произойдет, когда Мэрия освободилась из черно-белой комнаты или получит цветной телевизионный монитор? Она что-нибудь узнает или нет? Ну, ответ скорее да, узнает. Ответ скорее да, узнает. И в этом действительно такая вот жесткая проблема. Вот в этом смысле. Комната Мэрия сформулирована очень хорошо. Философские зомби нет? Философские зомби нет. Мэри да. Мэри хорошо работает в этом смысле, конечно. Мэри сильна. Вот с ней надо повозиться, на мой взгляд. Но я думаю, с ней и повозились уже за то время, которое все это работало. Так вот. Ну и вот то, что вы хотели увидеть. Это каково быть летучей мышью. Каково быть летучей мышью. В своей статье... Нет, не будет его, друзья. Откуда бы мне его взять? Каково быть летучей мышью? В этой статье Томас Нагель поставил самый известный в современной науке осознание вопрос. Что значит быть летучей мышью? Он отметил, что ни одна из популярных на тот момент теорий сознания не способна решить этот вопрос. Поэтому может оказаться так, что даже если когда-нибудь наука сумеет полно и точно описать повадки летучей мыши, ее физиологию, анатомию, нейробиологию и когнитивные процессы в ее мозге, это не поможет получить представление о том, что значит быть летучей мышью. Представляете себе? Ответ на этот вопрос не может быть получен со стороны третьего лица. Его можно получить только отождествив себя с летучей мышью. Нагель предложил три варианта мыслительных экспериментов. Имитация. Можно попытаться подражать поведению летучих мышей в их естественной среде обитания. Днем висеть вниз головой на чердаке, а по ночам охотиться на насекомых с использованием системы эхолокации. Однако подобный способ исследования будет означать лишь бессмысленную имитацию поведения летучих мышей и ничего не даст для понимания их сознания. Согласен. Использование общих переживаний. Тут кстати пишут, что вот этот вот эксперимент с летучей мышью появился на рубеже 50-60-х философом-идеалистом, а потом Нагель его развел. Круто? Постепенная трансформация человека с использованием одной из технологий будущего в летучую мышь, а затем снова в человека. Однако, даже если такая технология будет когда-то создана, она ничего не даст для понимания сознания летучей мыши, так как после превращения исследователя в летучую мышь, он никому не сможет рассказать о своих ощущениях, а после обратного превращения забудет об этих ощущениях, подобно тому, как взрослые люди забывают о своих ощущениях в младенчестве и в зародышевом состоянии. Ну и вот. А, тут еще использование общих переживаний есть, я пропустил, да, одну? Это средняя такая штука. Использование общих переживаний, которые свойственны как людям, так и летучим мышам, боли, голода, жажда, ощущения тепла и холода. Однако из этой... Однако и этот способ исследования бесполезен, поскольку психическая реальность летучей мыши качественно отличается от психической реальности человека. Знаете, что мне это напоминает? Мне напоминает это Горгия. Сейчас, давайте я вам введу. Горгий. Здесь действительно, ну, степень доказательства Горгия. Ну, то есть, последовательность доказательства Горгия. Давайте попробую вам зачитать известное высказывание, где оно. Если сущая вечно, то оно беспредельно. Да-да-да. Короче, сущего не существует. Даже если сущая существует, то оно не мыслится, поскольку мыслимо и не тождественно сущему. Иначе существовали бы в реальности целые химера. Если сущая и мыслится, то оно неизъяснимо другому, поскольку изъясняемым мы посредством слов, а слово не тождественно обозначаемому им предмету и не может его объяснить, поскольку, напротив, слово мы объясняем, указывая на предмет. Тут есть какие-то, знаете, связки непосредственно вот с товарищами-софистами. На мой взгляд, это хорошее, с хорошими софистами. Так вот, в результате этих рассуждений Нагель сделает вывод, что наука, вероятнее всего, никогда не сумеет дать ответ на поставленный им вопрос. Что значит быть летучей мышью? Причем, понимаете, в чем проблема? Я вроде бы все эти эксперименты ментальные я когда-то читал, ну не очень давно, даже по несколько раз вроде бы читал. Но я их все забываю. Они мне неинтересны. Мне настолько обычно неинтересно, что я про них забываю. Они слишком скучные. Ну, проблемы и проблемы. Мне сущностная характеристика здесь нравится. Я бы ее выцепил, например, без примера самого. Пример мне не нравится. Так вот. Вывод. Философия сознания – основная дисциплина в современных философских исследованиях. Верный ответ на вопрос, даваемый этой дисциплиной, смежен со многими другими направлениями философского исследования. И в каком-то смысле его можно считать одним из нескольких важнейших вопросов, стоящих перед философией и наукой. Вот что я приготовил вам по философии сознания. Ну, соответственно, заранее я оправдаюсь. Я далеко не специалист по философии сознания. Источники, которые я использовал, довольно поверхностные. На самом деле, любой из вас, если бы постарался, затратил несколько часов, смог бы найти все эти материалы довольно просто. Я в данном случае, ну, просто лишь компилятор, ни в коем случае не специалист, ни в коем случае не мастер. Конечно, Артем, можете высказаться. Я понимаю, что это, наверное, было не самое, не самое, короче, выдающееся выступление, просто потому, что это совершенно не моя тематика. И аналитическая философия, а вопрос о философии сознания в современности, по преимуществу аналитический вопрос. Ну, это тоже совершенно не моя тема, совершенно не моя тема. В любом случае, в любом случае лекция была, лекция состоялась. Я думаю, тем, кто был незнаком с философией сознания, эта лекция поможет. Я ее выложу обязательно на канал. Обязательно люди смогут с ней ознакомиться. Люди, которые не имеют философского образования, я думаю, им будет очень полезно. Люди, которые имеют философское образование, но им при этом малоинтересна аналитическая философия, Им тоже, может быть, будет очень полезно. Людям, которые интересуются аналитической философией, прежде всего, и прежде всего, современной философией, эта лекция, скорее всего, покажется абсолютно бесполезной, потому что все, что я рассказал, они так или иначе знают, и знают лучше меня, соответственно. Лекция была нацелена не на профессионалов, опять же, она, скорее, была нацелена на любителей. Очень познавательно, но сложновато. Ну, Батхёрд — это одна из основных проблем современной философии аналитической, и да, она сформулирована довольно странным языком. довольно, ну, не только странным языком, там довольно странная такая стилистика. Вот эти вот проблемы, разбор этих проблем замечательных, эксперименты ментальные такие забавные, концепции осознания умножаются постепенно, хотя вроде бы и доминируют физикалистические всякие такие вот тенденции, что неудивительно ввиду развития современной науки. Вот, вот как-то так. Ну, мы начали от простого и шли к более-менее сложному такому, к тому, что сложнее всего понять. Артём пишет, ну, философия сознания — моя тема. По поводу зомби, мэри и летучей мыши я спорил и с биологами, и с философами. Норм? Ну, то есть, правильно, надо спорить и с биологами, и с философами. Не за что. На самом деле, труд был, ну, какой, ну, два денька я несколько часов затратил на компиляцию текста. К сожалению, реально, к сожалению, это не моя тема, я вот конкретные работы, из которых я мог что-то высыпать, я не нашёл. Например, если с эпикуром я более-менее знал, куда бежать, я сразу же побежал к конкретным текстам. Я действительно побежал к конкретнейшим текстам, которые прям вот вообще были топовые. А, блин, я радио случайно включал. А вот с философией сознания я реально по большей части компилированием занимался. Мне пришлось компилировать грамотно материал, но вот не факт, что весь материал был прям вот годный и вообще ганотичный. Нормально, пойдёт. Как говорится, пойдёт. Да, Артём, изложите мысленный эксперимент Суинберна, пожалуйста, тогда, да. Суинберн, окей. Изложите, пожалуйста, давайте как раз мы пока... Это войдёт в лекцию, соответственно. Запись лекции всё ещё идёт. Ещё время немного есть, мы можем, в принципе, обсудить то, что мы сейчас вот провели. Небольшое обсуждение, соответственно, ваши комментарии, они тоже войдут в лекционный материал, я с удовольствием его включу. Давайте. Вот. Вот, вот, вот. Ну, с Эпикурой мне лекция именно понравилась, как я её организовал, а вот с философией сознания я сам понимаю, какие слабости у меня были, соответственно. Блин, там ребята уже срутся. Там уже срутся кто-кто-кто-кто лучше понимает чё-то. Их вы... Не ссорьтесь, друзья, не ссорьтесь. Всё хорошо. Такс, соответственно, соответственно, соответственно. Ну, ну, серьёзно, мне на самом деле вот вся вот эта проблематика для меня, конечно, довольно далека. Серьёзно, колоссально далека. Ну, вот смотрите, как известно, при сбое в работе одного из полушарий мозга другой берёт на себя его функцию. Не имею понятия, кстати. Действительно так? Ну, по-моему, частично же берёт, или как-то там ограничения какие-то, наверное, происходят, или полностью прям берёт. Я просто серьёзно вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Я точно не знаю. Я вот точно в этих материалах не рылся. Кстати, опять же, когнитивистика для меня довольно чужда. Да, эта тема очень хайповая, и она меня поэтому отпугивает во многом. Пишут. И вот у нас есть гений по нейробиологии. Очень любят, да, когнитивистов, нейробиологов в качестве примера выводить. Да, это называется нейропластичность, пишут. Ну, то есть реально, если удалить полностью половину мозга, нейропластичность полностью сработает. Ну, мне кажется, это странно немножко. Ну, человек отупеет от этого хотя бы, что-нибудь проблем будет? Зак Дауман пишет. Про чувака, у которого отсутствует 80% мозга, и он норм функционирует. Что такое норм функционирует? Зак Дауман, что значит норм функционирует? Ну, в смысле, он функционирует так же, как и раньше? Или он тупее стал, он просто там кушать может? Былогой пишет. Да, личность его от этого изменяется. То есть он стал попроще, попримитивнее, соответственно. Ну, то есть не все функции мозг как бы это, да? А, 20% взяли на себя все основные функции. А, окей, основные функции. Но он типа стал, не знаю, на каком уровне. На уровне умственно отсталого человека, например, или таком. В таком случае, окей. В таком случае, окей. Ну, просто если, знаете, там, не знаю, половина мозга полностью переложилась на другую половину, и все. Пишут, у него IQ низкая, правда. Ну, окей, окей, окей. Я уж думал, все, там, перемещение куда-то. О, ну давайте тогда от Баумастера закажем. Сейчас мы переходим тогда в стадию просмотра видео. Спасибо, друзья, за заказанные лекции. У нас впереди будут еще две лекции. Одна про Макса Штырнера, и другая про анархизм. Немного тематично, конечно, немного тематично, да, получится. Но это будет, наверное, воскресенье. И не знаю, будет ли про анархизм воскресенье. С нами будет товарищ Валевский, и мы будем с ним обсуждать, как мы жрем маргинала заживо, соответственно. Поэтому посмотрим, что там будет происходить. Ну, прошло уже больше, да. Ну, оплаченное время, я, кажется, уже просидел здесь. Так, соответственно, отключаем лекцию. Друзья, сейчас вам придется разбегаться, я чувствую, по той причине, что у нас сейчас будет ужасный контент. Сейчас он с нами будет товарищ... Так, стоп, подождите, я не остановил запись, получается.